И последний участник литературной резиденции, Ухсаинов Айдар. Встречайте! Здравствуйте, друзья! Меня зовут Айдар Ухсаинов, я из Уфы, из Солнечной Башкирии. И я сегодня вам почитаю, наверное, необычные вещи, да, вряд ли вы их слышали, а если слышали, то только на родном языке. Я почитаю вам немножко переводов башкирских народных песен на русский язык. Башкирские народные песни, они идут из глубины веков, и, конечно, вы все прекрасно знаете, кто знает, что такое народная песня. Народная песня вызывает в душе самые прекрасные эмоции, и, конечно, слушаешь их, плачешь, вспоминаешь свою жизнь, и жизнь своих друзей. И вот я вам немножечко почитаю. Песня называется «Семь девушек», я перевел их. Петь их нельзя, потому что песню перевести невозможно, но я постарался перевести смысл, да, для того, чтобы люди, которые это слушают, могли бы понять, о чем поется в этой песне. «Семь девушек». Покидал, когда отчизну, оставались и семь дев, ждать любимого, дождаться, дали слово все семь дев. Эх, семь девушек, семь дев, я вернулся, а их нет. Честь хранили, утопились, упрекнуть их слова нет. В круглом озере, где утки, пил я воду много дней, от него теперь мне жутко, там семь девушек на дне. Чёрный камень в чёрной чаще, то напоминание мне, не свершу, покуда мщения, не сойти могилу мне. Спасибо. Песня называется «Свадебные причитания». То, что в белую ткань завернул, разве было всего сердоликом? Ты отдал меня, как сердолик, словно лишнее, батюшка милый. Так и шубу из меха мою пусть же мама моя надевает. Днями целыми носит её, по дочурке тоскует, рыдает. В родном доме отца моего на досочке сидела поодаль. Пожалел же ты досочку ту и в края чужедальние продал. Вдоль сакмары, ай, жёлтый тальник, срежь верхушки и брось в воду их прямо. Тот жених, он совсем не жених, ты приди и спаси меня, мама. Спасибо. Ну и хочу вам немножечко такие... Жених называется, шуточная песня. Конь-то есть, да нет узды, есть задор, да нет любви. Всё имею, не секрет, только вот любимый нет. Вдоль сакмарой так красиво зеленеют тополя. На любимой не женился, не мила тебе земля. Птицы быстрые лесные, а в горах гнездовья нет. Хай, моё большое счастье не вмещается во мне. И такая шуточная песня. Значит, караташ, это называется обильная черёмуха. Караташ, это гора. Эй, караташ, караташ мой, дай богатство мне вкусить. Попадётся волк в капкан мой, я скажу тебе спасибо. Караташ на ерендыке, там у волка логово. На тропе капкан поставил, то-то будет здорово. На горе капкан поставил, чтобы, значит, волка взять. И посватался я к сватье, чтобы, значит, замуж взять. На горе капкан поставил, чтобы волк попался цел. А пока капкан я ставил, волк мою кобылу съел. Много нынче черёмухи, собирать я погожу. Захотел я тут жениться и без кошки хожу. Спасибо. Ещё я пишу вот такие афоризмы, называются они афоризмы про уфимца. Уфимец это город, Уфа это город, Уфимец это житель города Уфы. Я думаю, вы там бывали и, может быть, видели людей. И вот немножечко про уфимца. Если уфимец не прав, то он прав в душе. Апелляцию к разуму, логике и закону уфимец воспринимает как занудство. Видя поэта, уфимец говорит. Я тоже стихи пишу. Уфимцу летом холодно, пардон. Уфимцу зимой холодно, летом жарко, весной грязно, осенью дождливо и пасмурно. Уфимец или обижается, или обижает. Всегда виноват тот, кого уфимец не боится. Национальная одежда уфимца – полицейская форма. О чем бы вы ни спорили, уфимец будет апеллировать к начальству. Уфимец ничего не боится, просто на всякий случай опасается. Чтобы уфимец на вас рассердился, ничего специально делать не надо. С годами уфимец становится неопытным, а уставшим. Уфимец полагает, что история его города начинается с момента его появления на свет. Уфимец в восторге от себя самого и от того, что он делает. Уфимец имеет две квартиры. В одной он живет сам, а в другой годами никто не живет. Уфимец считает, что пенсия – это доплата за уважение. Если вы не виделись с уфимцем несколько лет, первое, что он начинает делать при встрече – жаловаться. Уфимец становится патриотом родного города, когда уезжает из него. Все, что делают другие, уфимец объясняет завистью. Уфимец начинает думать, что так можно. Уфимец считает, что разница между плохим человеком и хорошим человеком называется пиар. Уфимец забывает имя начальства на следующий день после его увольнения. Уфимец считает, что культура – это министерство культуры. Любые действия начальства вызывают восторг уфимца. Уфимец требует от людей делать бесплатно то, за что он сам получает хорошие деньги. Для уфимца зло, которое ему могут причинить, важнее добра, которое ему сделали. О потенциале уфимец можно судить по тому, чего добивается уфимец, который смог убежать. Если перед уфимцем не встают на колени, он считает, что над ним издеваются. Уфимец считает уфимцем кого угодно, только не себя. Спасибо вам большое.